Два месяца Курской операции. Как ВСУ сломали планы Кремля освободить область ко дню рождения Путина. Россия была вынуждена пойти на это. Что теперь местные жители думают о войне в Украине? Хочется мира, мира хочется. Так быстро государственную границу я еще никогда не пересекал. Именно ее два месяца назад прорвали вооруженные силы Украины, захватив неожиданно целую группировку российских войск. И несмотря на приказ Путина выбить ВСУ из Курской области до 1 октября, попытки российской армии совместно с ФСБ контратаковать провалились. Наши военные не только удерживают, но и захватывают новые позиции россиян. В частности, от райцентра Суджа ВСУ ведут ожесточенные бои почти по всем направлениям. Линия фронта, скорее всего, пролегает вблизи крупных населенных пунктов. Коренева, Шептуховка, Большое Солдатское и Уланок. Правда, все детали операции ВСУ в Курской области засекречены, обнародованные карты неофициальные. Тем не менее, определенное представление о том, что здесь происходит, какая польза Украине от этой операции, и как живут брошенные на произвол российскими властями местные жители, мы вам поможем составить. Рядом со мной коллеги из Франции и Италии. Попасть в зону боевых действий на территории России не труднее, чем в такую же зону на территории Украины. И украинские военные объясняют, почему. Мы показываем, что мы обращаемся нормально с местным населением и показываем наши отличия от того, как российские войска заходили и что они вытворяли в наших городах. Но есть и ограничения не показывать украинскую военную технику и позиции, что в принципе логично. Лишнего россиянам знать не нужно. А вот разговаривать с местными сколько угодно. А вы это кто? Украинское телевидение. Понятно. Значит, по телевизору бабушку покажут. Да, конечно. Мой внучок, и я ж ничего не знаю за него. А где он? В Курске. И вот это же все началось. А не позвонить, не спросить, ничего я не знаю. Понятно. Отсутствие связи с родными, пожалуй, сейчас самая незначительная проблема живущих на контролируемой ВСУ территории. Банально негде купить хлеба. Вот здесь на магазинных полках только стеклянные банки. И теперь эта женщина изучает украинские названия продуктов. Я сама не знаю, что тут. Смотрите. Это мука, наверное. Так, горошинца мука. Да. Это колбаска или что это такое, я не знаю. Макароны. Сгущенное масло растительное. Печенье. Сахар. Ну, в общем, все, что необходимо. Но украинский для этих людей, если и не родной, то точно не чужой. Вот этот мужчина несколько лет жил в Виннице. Общается на украинском почти свободно. Вспоминает первые дни, когда война пришла в его дом. Первый день был. Кто там, что там, кто его знает. Первый день было. Кто там, что там, не знаю. Но страшновато было. Второй день, когда зашли. Второй день спокойней стало. Естественно, долгие годы российские пропагандисты буквально соревновались в демонизации украинской армии. Но среди воинов ВСУ нацистов мужчина так и не увидел. И то ли оговорился или нет, но говорит на них наши. Нет. Как вот подивиться на... Нет, как вот посмотреть на наших солдат, что здесь не верю. Не верю. Если бы они и были фашистами, и здесь бы такое было. А что я могу сказать? Ничего такого абсолютно. А что я могу сказать? Да ничего. Один из офицеров показывает местным на планшете, стертые в пыль, украинские города. Так называемое освобождение, которое принесла российская армия на украинскую землю. В основном такая контрпропаганда оказывается действенной. Спасибо, друг. Может, вон ребят угостишь, может, ребята будут. Очень многие люди начинают не только верить, они начинают понимать, почему это происходит. Большинство людей, которые уже после того, как начали сюда прилетать Каабы и ФПВ-дроны и попадать прямо в их дома, они начинают понимать, что это Россия обстреливает, что это не Украина. А следы от российских обстрелов, вот они рядом, на соседней улице. И местные уже точно знают, с какой стороны прилетает. Ну да, наверное, прилетают, раз отстреливаются. Громко стреляют. Ну, эти кидают, как их, дроны. Ой, громко у нас тут. Хочется мира. Мира хочется. Эвакуации эти жители Курской области так и не дождались. Российским властям оказалось проще делать вид, будто их вообще не существует. Люди остались здесь и Песков в последнем обращении, когда к нему обратились жители Суджи и Суджанского района с просьбой предоставить коридор для вывоза этих людей, а здесь очень много больных. Он сказал, что к нам никто не обращался, что он об этом слышит впервые. Причем каждый день, когда мы приезжаем, люди просят и задают вопрос, как эвакуироваться именно в Россию. Между тем, боевые действия на Курском выступе продолжаются. Военные характеризуют их как динамические, но от каких-либо уточнений воздерживаются. В то время как в целесообразности наступления не сомневаются. Во-первых, мы перенесли активные боевые действия на территорию врага. Изменяется структура обстрелов. Хотя интенсивность очень велика, но они вынуждены и тратить свой ресурс именно на свои территории. За два месяца одних только управляемых бомб россияне сбросили полторы тысячи на собственную, а не украинскую территорию. Также в Курскую область передислоцируют войска из Запорожской области, что также играет на пользу ВСУ. И это еще не все. И третье, как элемент такой работы, результат это несколько обменов пленными. Мы очень оперативно состоялись. Это тоже болезненный вопрос для нас. И Россия была вынуждена пойти на это, потому что в плен попали такие уязвимые для них категории, как срочники. И, судя по всему, обменный фонд пополняется. Эти кадры мы сняли уже после последнего, на данный момент, обмена пленными. Эти российские военные взяты в плен именно на территории Курской области. А, соответственно, есть надежда, что скоро хотя бы часть украинцев вернется домой. Павел Васильев специально для телеканала Freedom.